Всем доброе утро! Сегодня оно по-настоящему доброе. Проснулась утром и опять работаю с тем, что не могу утром проснуться пораньше, как в былые времена. Состояние несколько дней какое-то полудепрессивное такое, знаете, вот прям противное, честное слово. И какая же причина была того, что мне необходимо большее количество сна, чем мне требуется. То есть мне требуется всего лишь три часа для того, чтобы выспаться и восстановиться. А по сути нужно почти десять часов. И какая причина банальная? Это был такой очень серьёзный инсайт сегодня, что оказывается весь мой фокус внимания, всё моё центрирование на себе, на своём плохом. Какая я плохая? Плохих же не любят, да? Мы же все это знаем. И какая я... Какие вообще? Давайте поговорим не про то, какие плохие, а на примере того, какие хорошие. Хорошие встают с рассветом, делают зарядку, готовят завтрак. И не просто завтрак, а завтрак здоровый. Ведут здоровый образ жизни. Не пьют, не курят, не ругаются матом. Что они ещё не делают. Они не обижают никого вокруг. Ну просто ангелы. И, наверное, они ещё не писют и не какают. Так вот, когда я осознала, что у меня вот это центрирование сместилось, у меня, знаете, я как будто какая-то пелена с глаз сошла. Оказывается, действительно, я критикую себя беспощадно за то, где я несовершенна. А ведь в этом несовершенстве и есть наша прелесть, и есть та радость, которая нам так нужна для жизни, чтобы чувствовать свою уникальность, чтобы чувствовать вкус этой жизни. В общем, поработала я с этой темой, убрала это центрирование. Оно ещё впервые на плохом заложилось у меня в детстве, когда мне был всего один год. И это тоже понятно и очевидно, потому что мы все знаем, что все мы из детства. И, кстати, по этому поводу, пока это выяснить и пока до этого докопаться, можно было ходить к психологам годами. Я это выяснила за одну диагностику, утреннюю. Утром всегда работать с маятником лучше всего, когда ещё у нас много энергии, утренней энергии. А вечером можно работать только в экстренных случаях. В других случаях я вам не рекомендую. И настроение совсем другое. Сегодня у меня действительно доброе утро, чего я и вам желаю. А если вам есть поделиться, за что вы считаете себя не самой лучшей, пишите в комментариях. И вот так я сделала эту диагностику. Как обычно, утром я встаю и всегда проверяю, что у меня происходит. И утром не могла опять проснуться. Для меня это сигнал, что значит что-то не то, если я утром просыпаюсь, трудно. И я посмотрела, сколько часов для сна мне необходимо. Маятник мне показал 3 часа. А сколько требуется, маятник показал мне 10 часов. Это ненормально. Дальше я спросила, сколько причин вызывают такой дисбаланс. Дальше я перехожу в диагностике причин. И смотрю, что это за причина. Это причина центрирования. И мне, конечно, важно понять. Просто само центрирование непонятно. Я понимаю, что куда-то что-то с центром неправильно. И я смотрю, с чем это связано. И маятник мне показывает, что это связано со мной. И я смотрю теперь, какой уровень центрирования у меня. Минус 100. А должен быть по центру. То есть я должна именно в центре быть. Не должно мое внимание заваливаться ни в минус, ни в плюс. Оно должно быть в балансе. И вот получается, что мое центрирование минус 100. И, конечно, мне еще очень важно определить, когда это все произошло. И вот я смотрю, сколько мне было лет. Мне был всего годик. То есть, видимо, где-то что-то, может быть, я капризничала. Мама, может быть, ругалась. Может быть, она сама спать хотела, не высыпалась. И я тут ей еще мешала. Я плохая, маме спать не даю. Ну, как вариант. Вот. Дальше я составляю мыслеформу. Убираю вот это центрирование. И после произнесения мыслеформы мое центрирование восстанавливается. И восстанавливается баланс. Всем желаю баланса и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok